Полигон по утилизации твёрдых бытовых отходов Торбеева посетила инициативная группа. Общественники, местные жители и представители Люберецкой администрации увидели, как работает полигон, задали руководству острые вопросы и пообещали контролировать деятельные свалки в дальнейшем. С подробностями наш корреспондент. Работа мусорных полигонов больной для Подмосковья вопрос. На деятельные свалки в деревне Торбеева поступает много жалоб от местных жителей. Дело всё в том, что, я не знаю, будет видно на фотографии или нет, вот такие вот виды из окна наших жителей. То есть, понимаете, полигон примыкает вплотную к населённым пунктам. Ну, во-первых, нельзя существовать рядом с полигоном. Конечно же, кто-то должен уйти. Общественники и члены экологического совета решили узнать, обосновано ли требование населения закрыть большую помойку. Вместе с жителями деревни и администрацией округа они лично прошлись по телу полигона. Что делается на полигоне ТБО Торбеева? Какая проводится модернизация, реконструкция полигона? Что делается? Сегодня мы всё это увидим. Экскурсию для активистов провёл генеральный директор фирмы, эксплуатирующей Торбеевскую свалку. Там у нас шлагбаум как бы просто наблюдение, кто въезжает. А здесь уже первая диспетчерская, которая непосредственно принимает спецмашины. У диспетчерской мусоровоз проходит обязательный радиационный контроль. Далее отправляется на взвешивание в крытый ангар. Здесь же дважды моют колёса машины на входе и на выходе, чтобы частицы пыли от высушенного мусора не распространялись за пределы санитарной зоны. Но общественность это не впечатлила. Споры о пыли и запахи не угасали. Запахами на полигоне борются с помощью дренажных систем. Это специальные столбы, которые уходят вглубь мусорной горы на 25-30 метров. Дегазация проводится как на старом законсервированном, так и на новом теле полигона. Мы находимся в самом центре нового тела Торбеевского полигона. Он представляет собой слоёный пирог. Двухметровый слой плотнённого мусора чередуется 20-сантиметровым слоем грунта. В конце своего жизненного цикла новое тело Торбеевского полигона будет хранить порядка 4 миллионов тонн мусора. Экологический активист Анатолий Баташев побывал на 22-х подмосковных мусорных полигонах. Он дал экспертную оценку Торбеева. Сейчас, к сожалению, полигон Торбеева самый лучший в Московской области. К сожалению, потому что здесь многое есть, чего улучшать. Здесь соблюдаются технологии, здесь создаются серьёзные скосы. К сожалению, дома примыкают непосредственно к полигону. Близость жилых территорий к полигону требует от эксплуатанта решительных мер. Продолжение программы дегазации, в рамках которой к концу года появится 50 дренажей и 100-процентная сортировка отходов – это пути преодоления кризиса. Но главная задача – работа с населением. У нас уже это не первая встреча. Значит, у нас были встречи и в прошлом году. Ну, по крайней мере, да, по крайней мере, радует то, что не было чисто негативных таких моментов, когда жители крайне недовольны состоянием полигона. Я такого, в общем-то, не заметил. Тем не менее, несмотря на соблюдение полигоном технологий и работающей программы модернизации, торбеевцы своего мнения о соседстве с мусорным захоронением не изменили. Мы с вами можем, да, пригладить всё, что угодно. И красиво показать любую картинку. Эксперты же в целом остались довольны. Но пообещали не давать руководству полигона возможности для отхождения от тех регламентов. На любом мусорном полигоне есть свои какие-то там недостатки, может быть, какие-то много-много проблем. Мусорный полигон за собой влечёт много проблем. Но здесь чувствуется рука хозяина. Я советую руководству, конечно, предприятий не расслабляться, потому что мы этот вопрос будем постоянно держать на контроле. Власти Подмосковья занимаются проблемой мусора с 2014 года. Закрыли 24 полигона из 39. Сейчас идут работы, направленные на то, чтобы оставшиеся не доставляли неудобств жителям. Привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.